Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Витальсон. Поднакопились вопросы, сегодня буду на них отвечать. Итак, специально я разобрал самогонный аппарат, потому что нужно будет показать некоторые детали. Итак, первый вопрос задает Идрис Ковальский. Влияет ли сужение проходного отверстия в узле отбора на скорость перегона в режиме подстил? Итак, разговор о чем? Вот у нас узел отбора, получается, здесь вот у нас идет наша основная труба, и вот оно пошло сужение. Вот об этом сужение разговор. Также идет на кран и идет вот сюда уже на холодильник. Вот об этом сужение идет разговор. Я заявляю со всей ответственностью. Нет, не влияет. Об этом есть доказательства. Мое видео, когда я делал перегон сразу на тыне и на газовой плите, у меня там вышло порядка 13 литров в час скорость перегона. То же самое, это то же самое, если бы стояло один или два колена, как, допустим, на шестом люкстале. Так что вот это сужение никакой роли не играет именно в скорости перегона в режиме подстил. Это я проверил сам на себе. Можете посмотреть сами видос, пожалуйста, он в общем доступе у меня на канале. Нет никакой разницы. Так. Далее. Второй вопрос задает Виктор Дрозд. Можно ли на Люксталь 7 поставить узел отбора по жидкости? И можно ли на Люксталь 6 поставить узел отбора по пару? Да, конечно, ребят, конечно. Я, как вы знаете, пользовался и пользуюсь, и сейчас у меня есть Люксталь 6, Люксталь 7. Все детали, скажем так, взаимозаменимы. Вы можете что туда поставить на L6 детали от L7, что в обратку. Здесь все взаимозаменяемо. Пожалуйста, можете собрать из двух аппаратов, если у вас, допустим, два, один, поставить и узел отбора по пару, и узел отбора по жидкости. В общем, применять различные конфигурации. Здесь все взаимозаменяемо. Нет совершенно никаких проблем вот в этом, скажем так, конструкторе. Потому что везде классические кламп-2 соединения. Это все друг к другу подходит. Только единственное, я вот лично не вижу смысла вот ставить, допустим, узел отбора по жидкости на 7-й Люксталь, потому как узел отбора по пару прекрасно работает. Как при отборе голов, так и при отборе тела. И я, допустим, не вижу смысла городить городушку, как некоторые думают, что отбирать головы по жидкости. Поставить узел отбора по жидкости на 7-й Люксталь и отбирать головы по жидкости, а тело по пару. Вообще смысла я в этом совершенно никакого не вижу. Потому как прекрасно головы отбираются по пару, настраивается, как вы знаете из моих видео, все очень-очень просто. Головы очень концентрированные идут. Так что никаких тут отличий по жидкости, по пару нет. В тонкости настройки то же самое. Так что я в этом смысла, если честно, не вижу. А если хотите, да, можно что угодно поставить, хоть сюда, хоть туда. Без проблем, совершенно. Третий вопрос. Евгений Петросян нам задает. Люксталь это просто продаванные перекупы комплектующих из Китая. Ну да, это не вопрос, а утверждение, скажем так. Почему я выписал именно вот это утверждение? Потому что есть канал, YouTube канал, Люксталь. И производители там показывают, как, что и где у них на производстве делается. Все этапы производства, скажем так. Резка, сварка, сборка, там, СПН-ка, там, где производится, холодильники. Ну все, все этапы сборки. Все этапы сборки производители снимают и выкладывают на своем канале. Я ссылочку оставлю в описании. Кто не знает, пожалуйста, пройдите и посмотрите. Что это не продаванные просто каких-то комплектующих из Китая. Я так понимаю, Евгений Петросян думает, что просто вот это все закупается оптом в Китае. И потом здесь продается. Нет, это далеко не так. Это заблуждение, чему есть реальное подтверждение на канале производителя Люксталь. Так что, пожалуйста, заходите и сами все увидите воочию, убедитесь. Четвертый вопрос. Олег Сапронов. Нужен ли на Люксталь 7 концентратор флегмы? Почему я записал опять же этот вопрос? Я про концентратор флегмы уже рассказывал. Своё отношение вообще вот именно к этой теме, что флегма должна стекать ровно по центру царги, ровно в центр насадки. Моё отношение к этому вы знаете. Это в предыдущем видео было. Но отвечу на этот вопрос, опять же, наглядно. Вот он наш узел отбора. Вот сюда устанавливается холодильник. Вот здесь стоит царга. Вот теперь смотрим. Вот наш дефлегматор, который будет концентрировать, охлаждать пар и превращать её в флегму. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь трубочек. Правильно? Правильно. Мы его вот сюда ставим. И получается, вот эти все восемь трубочек у нас по всему диаметру. Флегма стекает из каждой трубочки. И естественно, таким образом она у нас распределяется по всей насадке, по всей царги. Так что никакие концентраторы флегмы здесь и в помине совершенно не нужны. Если бы у нас тут работала там одна трубочка какая-нибудь, которая сбоку там стоит, да, ещё можно там о чём-то поговорить. А здесь вот, пожалуйста, все вот эти трубки работают. Флегма стекает из каждой трубки. Вы прекрасно это можете увидеть через вот это вот смотровое окно. Когда у вас работает, вот таким образом собрано, когда идёт работа, вот через это смотровое окно, вот, прекрасно видно, как стекает флегма. И прекрасно видно, что стекает она не где-то по стенкам, а что стекает она именно из всех трубочек. Это всё видно без проблем. Всё это можете сами посмотреть. Так что никакие концентраторы флегмы здесь совершенно-совершенно не нужны. Это лишние запчасти, что добавит стоимости аппарата, а это нам не нужно. Так. Пятый вопрос. Андрей Самогонов. Хочу купить Люксталь 7. Что нужно будет докупить для начала работы? Хороший, интересный вопрос. Я отвечу на него так, что сразу доставая аппарат из коробки, он готов к работе. В принципе, докупать ничего не надо. Для работы там есть всё. Для режима подстил, в принципе, для дробной перегонки есть всё. Вы можете приступить к работе сразу. А уже потом, после того, как вы всё это дело обкатаете, уже потом вы сами поймёте, что вам нужно. Опять же, из железок докупать совершенно ничего не надо. Единственное, что вам может понадобиться, что-то докупить, ну, это какие-то девайсы там для измерения, какие-нибудь колбочки там, правильно, там, измерительные приборы. А из железа ничего докупать не надо. Тем более, СПНК идёт в комплекте. Так что вы можете перегнать Брагу, спирт-сырец и из спирта-сырца уже получить, допустим, спирт или недоректификат. Сразу аппарат из коробки у вас уже идёт. Всё в комплекте. Так что нет, ничего покупать, в принципе, не нужно. Я даже не знаю, вот, ну, сами вы видите, я перегоны делаю. Ну, у меня много экспериментов, у меня много оборудования. Мне позволяет это, так сказать, делать разные сборки интересные для того, чтобы просто проводить эксперименты. А если мне нужно просто, допустим, выгнать спирт, я беру базовую комплектацию, ничего не добавляя, гоню спирт. Всё. Ну, единственное, что нужно будет, наверное, купить, это на железную вот эту царгу, которая из нержавейки, на неё надо будет купить утеплитель. Ну, в принципе, в принципе, и всё. Всё остальное есть в комплекте, ничего покупать не надо. Так, шестой вопрос. Игорь Петров. Люксталь 7 только для спирта или можно гнать дистиллят? Вот этот вопрос очень-очень многие люди задают. Я так понимаю, из-за того, что в Ютубе много роликов, именно как на седьмом Люкстале получить спирт ректификат 96,6 или там недоректификат 95,96. Вот таких роликов и у меня много, и у других блогеров много. Но нет. Нет, конечно же. Этот аппарат также пригоден и для дистилляции. Чему есть, опять же, подтверждение, как и на моём канале, так и на других каналах. Я прекрасно получаю на вот этом оборудовании вискарик. Я прекрасно получаю коньячные спирты. Вообще без проблем. Совершенно. Так что, если кто-то утверждает, что этот аппарат годится только для ректификации, нет, нет, это глубокое заблуждение. Дистилляция, пожалуйста. В любом варианте можно аппарат собрать. Опять же, это не голословное утверждение. У меня на канале есть ролики, как я получаю ароматные дистилляты. Совершенно без всяческих проблем. Так, седьмой вопрос, по традиции, на который, вопрос, скажем так, утверждение, по традиции, на седьмой вопрос, я попрошу, дорогие друзья, вас ответить в комментариях и написать по этому поводу, что вы думаете. Итак, Слава Симонов. Все вы, самогонщики, алкаши, пропагандируете алкоголь. И так вся Россия спилась. Я ничего отвечать не буду. Ответ за вами, друзья мои. Так что, если у кого-то есть еще какие-то наболевшие вопросы, я прошу, пишите в комментариях. Я буду стараться отвечать на самые, скажем так, наболевшие, самые интересные, под которыми вопросами больше всего лайков соберется. Или те вопросы, которые мне покажутся более актуальными. Плюс от себя, что еще хочу добавить без обращения к подписчикам, к вопросам. У нас в комплекте идет одна заглушка с ТСА. ТСА это трубка связи с атмосферой. Другая заглушка у нас идет, именно заглушка. Вот. В этих двух заглушках, они толстые, здесь имеются канавки для прокладки. Когда мы перегоняем брагу в режим подстил, ну, или там делаем мацерацию, в общем, режим подстил, когда у нас. То, получается, вот этот узел отбора у нас стоит, здесь стоит холодильник. А вот сюда, наверх, мы устанавливаем именно заглушку, без трубки связи с атмосферой. Все. Мы глушим, здесь нам ничего не нужно. А вот когда мы работаем в режиме дробного перегона, в режиме ректификационной колонны, когда у нас здесь стоит дефлегматор, то сюда нам нужно поставить заглушку с трубкой связи с атмосферой. Вот в таком варианте при дробной перегонке. Так. Об этом тоже. Многие писали, многие спрашивали, но просто эти вопросы мне попадались, я не запоминал от кого они. Но вот я решил ответить. Так, опять же, вопрос такой был по поводу того, каким образом одеваются сюда силиконовые шланги, как они держатся и все в этом плане. Сейчас я вам покажу. Здесь есть вот у меня кусочек силиконового шланга. Все достаточно просто. Вот этот штуцер, он не ровный, он такой вот конусной. Таким образом, когда мы одеваем на него шланг, вот простейшим, скажем так, движением руки, мы шланг на него одели до упора, и вот эта гайка, вот эта вот гайка, также от руки затягивается, в принципе, ключом не надо, я от руки затягиваю. И она, как вот это называется цанговое соединение, из-за того, что она конусная, вот эта гайка притягивает вот этот наш шланг, и все, и он никуда не слетает. Все, это очень просто. Здесь нет, скажем так, никаких механических деталей, вот обычный быстросъем. Там же внутри уплотнительное кольцо, там идет резиночка такая, дальше идет там пружинка, лепесточки вот эти, которые шланг держат. Почему? Вот там, скажем так, много механических деталей, и есть чему сломаться. Ну, могут потечь. Здесь ломаться нечему. Вот, грубо говоря, гайка с резьбой внутренней, и вот штуцер с резьбой внешней, все. Это прекрасное решение, которое мне очень и очень нравится. Ломаться здесь совершенно просто нечему. Так, еще был вопрос по поводу сливного крана. Вот он, сливной кран, 3 четверти. И вот он, кран, 3 четверти. Это одинаковые краны. Что здесь, на узле отбора, что сливной. Они одинаковые. Они сделаны, вот, пожалуйста, тут маркировочка, даже есть. 304-я нержавейка. Вот, посмотрите. Я думаю, видно. Что там, что там, они одинаковые. Тот кран не латунный. Возникали вот вопросы, что латунный кран или не латунный. Нет, кран не латунный. Кран из нержавейки. А, и еще был вопросик. Да, сейчас покажу, чтобы я показал рассекатель пара. Вот, смотрите, как выглядит рассекатель пара. Некоторые вопросы задавали. Получается, что пар выходит отсюда. И посредством вот этого рассекателя он распределяется конкретно по всем трубкам. Довольно-таки интересное решение. Так, ну все, ребята, на сегодня достаточно. Пишите свои вопросы в комментариях. Я вам говорю, до свидания. Быть добро, друзья мои. Быть добро. До свидания. До свидания. До свидания.